СИГНАЛИЗАЦИЯ Вынужденные стать переселенцами. Мне было 11 лет, как приехали, выбрали Крымстан. Выбор судьбы, определивший всю жизнь. Умеет ли человек найти свое место в этом обществе? Что для этого нужно? Уйгурские узоры на радиоволне. Письма приходили со всех концов мира. Обращались даже с просьбами повторить программу. Духовное богатство из поколений в поколение. Я вот без музыки просто не могу. Так, сидим, работаем. Так, играем, ну-ка, в этот вот номинай. Давай, саламу фулла. Давай, играем. Одна команда, одно увлечение. У этих ребят свое особое отношение к уйгурской народной музыке. После занятий в школе юные музыканты из ансамбля «Интизар» каждый день собираются в Доме культуры села Лебединовка. Почти два года он играет в ансамбле на тамбуле. Появившийся интерес к игре на музыкальных инструментах незаметно перерос в настоящую любовь. Эрику тяжело было, потому что он играл левой рукой. Но сейчас уже научился. Он один из самых способных. Эти ребята представляют уже четвертое поколение участников ансамбля. Музыкант Таир Хатбакиев собирал их, объездив все школы в поисках самых способных и талантливых. Таир Акани жалеет ни сил своих, ни времени. Репетиции несколько раз в неделю. Программа большая. Многое нужно успеть, вспомнить и научить. Если сегодня этого не сделают, то завтра музыка забудется. Сейчас здесь занимаются 12 ребят. Среди них и 5-6 новеньких. Ансамблю исполнилось 15 лет. Состав музыкального коллектива периодически обновляется. Сейчас в основном играем на трех инструментах. Это дутар, тамбур и рубоб. Есть еще даб, которые придают ритм. Музыкальные инструменты ансамбль закупает через предпринимателей, выезжающих в Китай. В Кривистане сложно найти мастеров по изготовлению уйгурских инструментов. У нас 64 музыкальных инструмента. Сейчас на тоях в основном пользуются лишь четырьмя видами. Остальные уже почти забыты. Фархад Хашимов единственный в стране мастер по изготовлению уйгурских национальных музыкальных инструментов. Это дутар. Он имеет много разновидностей. Сам сделал. Кроме дутара, он изготовил еще немало других инструментов. Музыкант постоянно изучает историю своего народа. Этот тамбур тоже изготовлен его руками. В древние времена уйгуры играли на капак чомюч. История этого инструмента – тысячелетие. Уйгурский рубок – струнный щепковой инструмент. На нем играют, используя медиатор. Его тембр очень интересен. Не похож ни на что. Это рубок. Делают его из твердого дерева. Этот сделан из дуба. Здоровье уже никто, глаза не видят, руки плохо слушаются. Прошло почти пять лет, как завершилась работа над последним инструментом. Позади остались полвека работы в Доме культуры. За это время удалось воспитать целую плеяду музыкантов. Обучил более 400 ребят. 14 лет проработал в Доме культуры комвольно-суконного комбината. Из тех 400 хорошо научились около 120. Остальные так и не стали мастерами. Продолжает дел отца средний сын Фархатата. С 7-летнего возраста он играет на тамбуре и рубопе. Музыкант. Культурное наследие уйгуров славится 12 мукамами. Этот шедевр средневекового музыкального поэтического искусства состоит из 340 частей. Полное исполнение каждого мукама занимает 24 часа. Произведение, признанное со стороны ЮНЕСКО настоящим шедевром, предки Фархатата создавали в течение многих веков. Выучить мукамы тяжело. Есть какие-то свои секреты. Я знаю лишь 8. Сложно найти тех, кто знает все 12. С древних времен все важные вопросы уйгур обсуждают на советах Аксакалов. Каждые два месяца старейшины и джигит-башчи со всех областей республики собираются, чтобы обсудить насущные проблемы. Мы все решаем сообща, всегда советуемся. Сегодня у нас нет нерешенных проблем. Председатель совета избирается на 4 года. Главный принцип работы совета, состоящего из 24 старейшин, это справедливость. В жизни бывают разные случаи. У кого-то семейные проблемы, разводы. Мы обязательно стараемся помочь им. Успешно работает и женский совет. Здесь уйгурские женщины обсуждают вопросы сохранения национальной самобытности и культуры. Мы очень обеспокоены тем, что забывается наш родной уйгурский язык. Поэтому во всех почти регионах мы открыли классы с изучением уйгурского родного языка. Во многом, благодаря инициативам женского совета, уйгуры продолжают чтить свои народные обычаи и традиции, которые уходят своими корнями в далекое прошлое. Сегодня без них невозможно представить жизнь уйгурского общества. Приветствия невесты перед родственниками жениха у уйгуров обязательный обряд. Низко кланясь перед гостями невеста получает их благословение. Этот обряд проводится на второй день свадьбы. Когда невестка кланяется, принимающие поклон, благословляют ее на долгую счастливую семейную жизнь. В ответ невесте дарят подарки. Это древняя традиция уйгуров. Есть и другие обычаи. Это адрашман. Растение мы используем для купания. Оно оберегает детей от болезней, от сглаза. На сороковой день после рождения ребенка бабушки совершают специальный обряд. В посуду с водой для купания младенца кладут золото, чтобы был таким же крепким, и монеты, чтобы жизнь была в достатке. Здесь мы добавляем воду. Для купания внука сорок ложек воды. При этом говорим свои пожелания и напутствия. Чтобы наш мальчик вырос хорошим человеком, большим бизнесменом. После купания начинается другая, не менее важная и интересная церемония. Это торжественное укладывание ребенка в клыбель. Эти обряды передаются из поколения в поколение. Это наш обряд. Чтобы ребенок был крепким, как камень, одна из бабушек держит в руках небольшой камень и, подшучивая, пытается забрать у младенца место в колыбели. Отстояв у камня колыбель для своего внука, счастливая бабушка укладывает его и начинает ласковое пение. Уйгурское блюдо всегда, конечно, здесь всегда присутствует свежее мясо. Богатый и разнообразный традиции национальной кухни уйгуров. Гош – это мясо, нам – это хлеб. Фарида Худжа мастерски готовит лагман, мампар, манты, самсы и многие другие блюда уйгурской кухни. Сегодня она хочет порадовать домочадцев гошнаном. Мука готовится очень просто. Сначала мелко нарезает лук и мясо. Из теста раскатывают круглые лепешки, куда кладут готовый фарш. И делаем такой красивый жгуток. Редактор субтитров А.Семкин